Вот другой хадис. Они ибн Абаса, ради Аллаху, от Ибн Абаса передают, что пророк, салалу ассалам, сказал «Манкари хамин амири хи шайкан». Вот некоторые люди, вот, конечно, мы не ангелы. Наши имами, они не ангелы, не пророки. Короче, любой человек ошибается, да? Любой человек ошибается. Из-за ошибок мы не имеем права, чтобы не подчиняться Амиру. Из-за того, что, например, наш Амир, наш предводитель ошибается. Вот жамаат, да? Вот наш жамаат, наш имам Умарасхаб, да? Умарасхаб хажи. Вот, к примеру, я говорю, к примеру. Вот из-за того, что, например, в каком-то месте Умарасхаб хажи ошибся, вот мы жамаат, его жамаат, мы не имеем права не подчиняться ему. Мы должны подчиняться. Любой человек ошибается. Я ошибаюсь, вы ошибаетесь. Любой человек ошибается. Для этого же нам священный Аллах дал таву. чтобы мы талбу сделали, чтобы мы исправили ошибку. Для этого же нам талбу. И поэтому, вот, как раз таки, вот насчет этого, корок говорит, саллиллаху салям, вот кто, например, вот увидел от своего амира, от своего имама, от муфтия, от предводителя, разницы нету, вот если увидел, например, какую-либо ошибку, и из-за этого он чувствует какое-то отвращение, да, из-за этого поступка, из-за этой ошибки, фа-лясфир, пусть этот человек проявляет терпение, не надо на него гибать ултан делать, не надо наговаривать, пускай просто сажу делает, фа-лясфир, фа-иннаху, почему, потому что пророк говорит, фа-иннаху, ман-хараджа, минас-сультане, шибран, тот, кто не будет не подчиняться амиру, даже вот, хараджа, он как бы отошел от подчинения, вышел из подчинения амиру на расстоянии пяди, вот, оба-шу, ман-зиласха, пяди же, горе-хал-де-аву. После даже вот на такое расстояние, даже вот на такое маленькое, вот, он вышел из подчинения, пророк говорит, собственно, вот этот человек, ма-та, ми-та-тан, джа-гили-та, вот этот человек умрет смертью джа-гили-та, джа-гили-та это доисламская эпоха, эта эпоха, это время язычества, то есть время заблуждения, то есть вот этот человек умрет в заблуждении, имеется в виду. Мит-та-тан, джа-гили-та это доисламская эпоха, эпоха язычества, то есть люди в то время были в заблуждении, поэтому вот если пойти против амира, не послушаться, а слушаться его, это все равно, что вот этот человек умрет вот такой смертью. Тоже хадис достоверный, мутафа, алейхи, хадис согласованный, передали имам Бухари и имам Муслим.